Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И мы сегодня обсуждаем тему, достаточно непростую, обозначили следующим образом. Усиление налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. У меня сегодня в студии много экспертов. Мы будем обсуждать эту тему все вместе. Итак, представлю. Игорь Островский, старший партнер КСК Групп. Игорь, день добрый. Здравствуйте. Денис Щекин, управляющий партнер Щекиной Партнеры. Добрый день. Добрый. И Дмитрий Малышев, руководитель Департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. Доброе утро. Доброе утро. Итак, обсуждаем мы сегодня эту тему. Тему достаточно непростую. Нашим слушателям скажу телефон студии, потому что находимся мы в прямом эфире. Код Москва 495, сам телефон 6510996. Можно позвонить, обменяться мнениями, рассказать какую-то историю, прокомментировать те вопросы, которые будем обсуждать сегодня. Также все это можно написать на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Итак, усиление налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. У меня вопрос первый от себя, скажем так. А он, как вы считаете, действительно усиливается сейчас этот налоговый контроль? В чем это выражается? И, собственно, бизнесменам чего бояться или чего ожидать, наверное, так? Да, безусловно, налоговый контроль усиливается. Но с чего хотел бы начать, вот действительно, нас троих здесь, наверное, в этой студии объединяет то, что мы были участниками круглого стола финансовых директоров. И сейчас вот снова эта конференция будет. И на одном из, по-моему, прошлых, вот Дмитрий и Денис подскажут, да, по-моему, на прошлой конференции или даже на позапрошлой, раз в полгода это проходит, было сформулировано следующее, что и во всем мире, и теперь Россия входит в эту тенденцию у налоговиков, у судей, у правоохранителей преобладает, ну, примат содержания, примат сути сделки над формой сделок. Вот, наверное, по этой линии, да, и усиливается налоговый контроль. То есть фискальные органы и за рубежом уже давно, и у нас недавно, и эта тенденция нарастает, смотрит на суть сделки, и, как бы, это важнее, чем форма сделки, важнее, чем буквы, которые вот записаны в законе, в кодексе. Что скажете, господа? Я могу это пояснить, о чем идет речь? Желательно, потому что я единственное, что хочу сказать, что мы здесь все-таки понимаем более, наверное, тесно и подробно эту тему. Вы, как специалисты, я, как юрист и адвокат, в том числе и ваш коллега, но не все наши слушатели понимают, да, столь детально, о чем мы сейчас говорим, и нам нужно действительно рассказать так, чтобы понятно и интересно было тем, кто нас слушает. То есть бывают такие случаи, когда в рамках действующего законодательства, возможно, какие-то определенные сделки, они допустимы. То есть, если следует строгой букве закона, да, их можно совершить. Но если в ходе контрольных мероприятий мы посмотрим эту сделку под эту призму и сущности, зачем она была сделана и в какие цели последовали, да, заключая эти или иные сделки, то эта сделка может стать противоправной. Приведите пример и налоговых последствий. Ну, допустим, неправомерное дробление бизнеса, с целью получения налоговой выгоды по переходу на упрощенную систему налогообложения. То есть, получается, было одно целое предприятие, они решили... Завод, например. Да, допустим, завод. Они решили сэкономить, как они сделали. Завод целый завод разбили на несколько компаний, чтобы попасть под... Упрощенную систему. Да, под упрощенную систему налогообложения. В итоге что? Формально структура изменилась, по факту ничего не изменилось. И вроде бы по закону они все сделали законно. Одно помещение, одни станки, одни люди, только теперь их разделили на разных людей. Да, и что еще может быть? Сотрудники, они как думали, что они работают в компании, о, ромашка, так они там и работают, так они будут и говорить при допросе. А по факту, по документам, они работают в компании, не знаю, другой совершенно. Ну, даже если люди думают, что они понимают, до них довели суть, и вроде бы владелец раньше предприятия, а теперь стало быть холдинга некого, он по закону ничего не нарушил, он букву закона не нарушил, но тем не менее у фискалов будут большие претензии. Он соптимизировал, так скажем, налог, достиг некой налоговой выгоды, вот все-таки фискал признает, что это необоснованно, потому что единственной целью это была вот эта самая налоговая выгода. Другого экономического смысла это дробление не имело. Вот знаете, у меня сейчас в голове такой вопрос, да, вопрос не как юриста, а вопрос скорее от себя как человек. Вот предположим, что изначально существовали компании, каждая, которая занималась каким-то отдельным видом производства, да, все вместе они выпускали некий объект. И изначально эти компании кто-то был на упрощенке, кто-то был там еще на чем-то, и вот они действуют и получают эту выгоду, но с самого начала, и это нормально. А если вдруг человек, используя возможности, да, при этом меняет свою организационную форму, с тем, чтобы прийти вот к этому, это уже ненормально, вот здесь какая-то логика такая странноватая, я не могу, вот для себя лично, человеческая логика, не юридическая, я понимаю, о чем вы говорите. Можете пояснить, Денис, я думаю, вы сейчас выступите, я вас буду озвучивать, потому что сложно нашим слушателям по голосу вас определять. Да, конечно. Главное здесь, есть ли у такого дробления разумная деловая цель. То есть если это... Уменьшит налоговую нагрузку. Нет, налоговая оптимизация не является разумной деловой целью, она как раз не одобряется правом. Должна быть цель по бизнесу. Если был завод, почему вы его раздробили на каждый цех, и каждый цех зарегистрировали как компанию, которая применяет упрощенную систему налогообложения, вы должны объяснить, что это обусловлено, например, разной продукцией, которую выпускает отдельный цех. То есть не просто целью налоговой оптимизации, а именно целями бизнеса. Если этого нет, то, в общем, вам могут этот завод проквалифицировать как единую компанию, соответственно, лишить права... Вменить налог. Вменить налог по общей системе, да, лишить права на упрощенную систему налогообложения. Я вот хотел еще ближе, может быть, к слушателям привести пример. Было такое дело, когда компания хитрила вместе со своими работниками по налогам, они выдавали 30-летние займы своим работникам на большие суммы. И сначала налоговый орган, потом суд квалифицировал эти займы как фактическую выплату заработной платы и премий. То есть, соответственно, если вы получаете займ процентный, у вас нет ни налога на доход физических лиц с этой суммы, ни взносы в пенсионный фонд не платятся с этой суммы. Ну, то есть, фактически, без налогообложения деньги переходят от компании к физическому лицу. А, соответственно, если налоговые органы суд переквалифицируют эту заработную плату, то все эти последствия и на физических лиц падают, и на компанию. Ну, вот компания в этом деле проиграла, и суд признал, что займы на 30 лет, ну, то есть... Выданы каждому работнику в конце года. Обман, да. Да, это обман. Причем, да, в размерах был увязан с результатами труда. Ну, в общем, это обман. Вот, переквалифицировал. То есть, правильно ли я понимаю, что вне зависимости... Сейчас скажу, наверное, вещь, которую нельзя говорить, да? Ну, я так вот... Сразу примем сослагательное наклонение. Тем не менее, если есть желание оптимизировать налоги, то это должна быть как минимум не единственная цель. То есть, мы должны показать, что у нас имелась реальная цель по бизнесу, не связанная с налогом. Если мы нашли такую цель по бизнесу, вне зависимости от того, какую сделку мы заключаем, да, дробим бизнес или просто это какая-то одинарная... в один шаг какая-то сделка. Тем не менее, мы должны показать, для чего мы это делаем. Если мы находим и показываем такую причину по бизнесу, она признается действительно реальной причиной для совершения сделки или группы сделок, то в этой ситуации эта сделка нормальная и, в принципе, не должно наступать от тех неблагоприятных налоговых последствий, которые вы говорите. Правильно я понимаю? Вот в такой ситуации немножко сослагательного наклонения добавил, да? Я бы вот так ответил здесь. Мы вот смотрим часто американские фильмы и видим, что там герои, деловые люди, да и вообще люди, они ни шага без адвоката не делают. Мне кажется, сейчас... Это пока не про Россию. Это пока не про Россию, к сожалению. Но вот у нас деловые люди уже должны привыкать, что без налогового юриста они шага не делают. Потому что, что там человек в голове себе замыслил, голова, так сказать, предмет такой темный, да? Вот. Наверное, у него какие-то деловые цели все-таки там есть. Но просто он с налоговым юристом, со своим доверенным, должен сначала это обсудить, глубоко проработать вопрос. И по итогу мы должны получить ситуацию, подкрепленную документами. Кстати, вот об этом забывать нельзя, да? Что мы должны... То есть подготовиться к тому, что может быть у нас... Подстелить соломки, да, по-русски? Естественно. Профессионально подстелить соломки, да. Ну, ты еще прощай. Я прошу прощения, я вас перебью, потому что мы сейчас должны выслушать новости две минуты. Буквально оставайтесь с нами, возвращайтесь в эфир, и мы будем дальше обсуждать эту тему. Итак, мы продолжаем обсуждать тему сегодняшней программы усиления налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. Нашим слушателям напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код Москва 495. Также ваши комментарии, мнения, вопросы можно написать на сайт финам.фм на страничку программы «Формула права». Еще раз озвучу, так как у меня сегодня три эксперта, причем очень интересные эксперты и люди, действительно знающие тему, которую мы обсуждаем сегодня. Это Игорь Островский, старший партнер КСК групп, Денис Щекин, управляющий партнер Щекина, партнеры Дмитрий Малышев, руководитель департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК групп. Ну а мы продолжаем обсуждать вопросы. И вот мне бы очень хотелось и для слушателей, и, честно говоря, для себя тоже немножко коснуться такого вопроса, как налоговые последствия. Мы сейчас в первой части говорили, что в настоящее время, и в том числе в Российской Федерации, преобладание все-таки существа над формой идет. То есть есть ли у сделки конкретная цель, не связанная с оптимизацией налогообложения, деловая цель, бизнес-цель. Если такая цель имеется, то, как мы с вами обсуждаем, нет оснований, как мы предполагаем, по крайней мере, у налоговых органов предъявляют какие-либо претензии. Если выяснять, что единственная цель совершенных сделок это оптимизация налогообложения, то в этой ситуации они могут доначислить, как будто бы она не состоялась. И вот как будто бы, в принципе, что могут сделать налоговые фискальные органы в ситуации, когда они проводят проверку, какая-то сделка или группа сделок вызывают у них вопросы или недоверие, я уж не знаю, как правильно сказать, и, соответственно, что происходит дальше, как развиваются события. Давайте я попробую. Да, Денис, давайте. Юристы нужны для того, чтобы у вас все было и вам ничего за это не было. Звучит хорошо. Да. Но налоговые могут органы переквалифицировать сделку и доначислить налоги компании, и при этом, хотя 45-я статья налогового кодекса говорит о том, что они должны через суд в этом случае взыскивать, но практика такая, что они не смотрят на эту процедуру и с компанией в бесспорном порядке соответствующие доначисленные суммы могут взыскать. Понимаете, у вас одна была сделка по документам, вы ее понимали, как сделку купли-продажи, а налоговый орган приходит, говорит, нет, у вас, допустим, посредническая сделка и другие налоги по ней, или наоборот. Соответственно, это, да, ставит бизнес в очень сложную ситуацию, когда вам нужно бежать в арбитражный суд и просить обеспечительные меры. В Москве по налоговым спорам получить в суде обеспечительные меры без банковской гарантии очень-очень сложно. То есть вероятность невысокая. Соответственно, нужно сразу расходовать деньги на банковскую гарантию, получать ее, чтобы с вас налоговый орган не взыскал эти суммы. То есть система отношений, она достаточно такая, ну вот на уровне налогового контроля и доначисления недружелюбная сейчас все-таки для бизнеса из-за бесспорного порядка взысканий. На мой взгляд, она ухудшится в связи с ликвидацией Высшего арбитражного суда, его присоединением к Верховному суду. Все-таки Высший арбитражный суд проводил взвешенную линию по защите бизнеса и по поиску настоящего баланса между интересами бюджета и бизнеса. Сейчас неизвестно, как будет, но многие ожидают, что баланс сместится в пользу бюджета через практику Верховного суда. Есть такие опасения. Тем более нужно заниматься документированием своих деловых целей, документированием того, что Вы совершили именно ту сделку, которая у Вас написана в договоре. То есть, именно нужно инвестировать время, ресурсы и силы в обоснование уже на уровне налоговой проверки, что Вы правы. То есть, именно чтобы риски налоговые ими проуправлять на уровне налоговой проверки, а не потом уже на уровне суда, который, если он будет объединенный, Неизвестно по какой практике пойдет его правоприменение. Поэтому на форуме финансовых директоров, собственно, об этом Игорь и говорил, что даются практические рекомендации. Да, и господа, так как время ограничено, вот замечательно у нас мы поговорили о деловой цели, еще бы хотелось очень важную тему затронуть. Это тема необоснованной налоговой выгоды, но опять-таки по мнению фискалов, а потом решение спора у налогоплательщиков и предпринимателей может уже перейти и в арбитраж. Да, это не увядающая тема про добросовестных и недобросовестных, но в основном будем говорить поставщиков, хотя и с покупателями тут тоже. Но сейчас вообще, я извиняюсь, перебила добросовестность, все эти изменения в ГК, вообще там некое центральное слово, да, добросовестность. Любой сделки мы даже не касаемся только непосредственно налоговых последствий сделок, а в общем любых последствий, да, поэтому это такую особую важность, мне кажется, в принципе сейчас имеет, но тем не менее, давайте вернемся к нашему вопросу. Как обычно, у нас сначала на уровне деловой практики было, вот я думаю, коллеги вспомнят и там укажут на все письма, и Минфина были письма, и ФНС были письма, да, методологические указания там и так далее. Они там любили схемы с этими недобросовестными так называемыми фирмами-однодневками чертить и так далее. Еще раз мы помним, что если налоговые органы, а потом арбитраж считают, что компания не проявила должную осмотрительность, а поставщик был недобросовестный, или начинают сомневаться в реальности сделки, или документы, оформленные ненадлежащим образом и подписанные лицами, которые не имели права их подписывать, Вот эти все факторы, да, потому что ранее мы проговорили только о деловой цели, да, вот, вот эти все факторы, они также могут склонить мнение сначала фискала, а потом судьи, к тому, что получена была необоснованная налоговая выгода в виде, там, вычета по НДС или в виде, там, недоплаченного, с их точки зрения, там, налога на прибыль, да, и плюс штрафы пения, одним словом, взыскание налоговое приближается или, там, даже чуть превышает, 50% может превысить 50% от суммы сделки, вот это очень также серьезный налоговый риск, да, и нужно об этом поговорить. Я хотел бы, да, немножко прояснить, о чем идет речь, то есть, опять же, то же самое, да, суть должна превалировать над формой, то есть, о чем идет речь, вы можете подписать контракт на поставку, там, товара, осуществление работы, либо сук, с кем угодно, то есть, это ваше право, да, то есть, в рамках Гражданского кодекса вы свободно выберете контрагентов при подписании, там, любых договоров. И о чем идет речь, если вы подписали договор с контрагентом и не, у вас не было деловой цели, но это подписание с ним контракта, в последующем выяснилось, что контрагент является недобросовестным, что это такое, да, это отказ генерального директора от того, что он вообще был генеральным директором данной компании. Ну, например, приведем лучше пример, металлотрейдинговой компании, да, поставщик поставляет металл, да? Да, поставщик поставляет металл, нашли генерального директора, это поставщика его... Он говорит, что такое металл? Какой металл? Вы о чем? Я так проснулся. Это металлоконструкция, да. Он говорит, типа, вот вы там печатитесь генеральным директором в компании. Говорит, я, да вы что, я там вообще нигде бы не работаю, я потунеядец, пьяница, и вообще мне 70 лет, я не могу быть генеральным директором компании в 70 лет с оборотом там в 3 миллиарда рублей. Нет, но обычно он сначала говорит, да, я там генеральный директор, я покупал этот металл, потом если у инспектора выездной налоговой инспекции или у оперативника полиции, у ЭПК есть, в общем-то, желание или какая-то иная, как бы цель, что-то его мотивирует внутри, да, он начинает путать этого директора несчастного в каких-то деталях, а где вы покупали, а как вы возили и так далее, и так далее. Это уже более глубокая проработка ситуации. Ну почему, это жизнь, это жизнь, и в итоге он начинает отказываться, и в итоге говорит, ай, ничего я не делал, вот мне платили там сколько-то там денег, и я подписывал 500 долларов в месяц, там платили или сколько, и я подписывал эти все бумаги. В чем суть? То есть, когда вы подписываете договор на, допустим, на поставку какой-то пленой продукции, вы уменьшаете налоговую базу на расходы по этому контракту и на вычеты по НДС. Соответственно, это делается для чего? Чтобы компания могла по более высокой цене якобы себе завести этот товар, чтобы получить необоснованно налоговые выгоды, про которые мы с вами начали говорить с самого начала. То есть, когда компания пытается злоупотреблять своими правами данным налоговым кодексом, то есть на эти вычеты вы уменьшаете свои налоговые обязательства перед бюджетом. И в чем будет суть? Если, допустим, налоговая докажет в ходе проверки, что эта компания одна нет, как пустышка, а мы с вами прекрасно должны понимать, что на сегодняшний день из всех 100% зарегистрированных компаний в России только 20% является добросовестной. Это статистика? Да, это... А где чья статистика? Это негласная статистика. А, хорошо. Мне просто даже интересно стало. Которая говорит нам о том, что риск подписать контракт с такой компанией, даже вы, может быть, в этом и не замешаны. Просто вы нашли компанию по интернету. Через интернет, да. Стандартные ответы на вопрос некоторых, наверное, лиц. Либо, допустим, ваш топотовщик пытается так минимизировать свои платежи, и он тем самым вам дает компании подставные, чтобы самому не платить по налоге с этого. А вы за это будете отвечать. Почему? К вам пришла проверка, вы реальный бизнес, поскольку вам пришли, и вы были уличены в том, что вы работаете с компанией-однодневкой, вам будут сделаны данные числения. Я хотел бы еще немножко добавить к тексту вам объединиться о том, что надо будет добежать в суд и получать обеспечительные меры в суде. Хотел бы просто немножко раскрыть это, да. В чем суть? Когда вам налоговый вносит решение о доначислении суммы налогов, и это решение вступает в законную силу, даже если вы пошли в суд обжаловать данное решение, действие решения не приостанавливается. И вы прекрасно понимаете, да, что могут быть ситуации, когда вы ни в чем не виноваты, но вам сделали определенный счет на оплату в бюджет. И чтобы этот счет заблокировать, вы должны в суде получить обеспечительные меры. Чтобы это сделать на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, как бы повторю слова Дениса, без банковской гарантии на эту сумму, что якобы банк обязуется и в случае вашего проигрыша, и в случае вашего неисполнения данного обязательства заплатить деньги за вас. Либо вы решаете вопрос судом о том, что вы выносите некую сумму на депозит суда. Размер этот будет определяться по судье в зависимости от 50% до 100%. Все равно вы деньги эти отморозите, то есть эти деньги выходят из бизнеса. Либо идут расходы у нас на ту же самую гарантию. Ну да, там, конечно, расходы они меньше, но тем не менее, да, эти расходы вы понесли. Но опять же, да, можно сделать что? Можно дать возможность налогу эти деньги списать, если у вас есть свободные деньги. Вы выиграете дело в суде, и вы потом эти деньги можете вернуть вместе с процентами. Я прекрасно знаю, что у Дениса эта практика очень хорошо распространена, когда они именно взыскивали эти проценты с налоговой. Я напомню нашим слушателям, что обсуждаем мы сегодня усиление налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. Две минуты слушаем новости и возвращаемся в эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему усиления налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Также можно ваши вопросы, комментарии написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». И я напомню, что у меня сегодня трое экспертов по данному вопросу в студии. Это Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, Денис Щекин, управляющий партнер Щекин и партнеры, и Дмитрий Малышев, руководитель департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. На самом деле мы обсуждали с вами такой вопрос по поводу фирмы «Одноднева», когда контрагент. Мы сейчас рассматриваем такую некую условную ситуацию, что мы являемся добросовестным бизнесом, условной добросовестной компанией. В процессе ведения бизнеса так получилось, что человек попал, организация попала на заключение сделки с некой фирмой «Однодневка», что реально может произойти просто по обычным ситуациям. Вот мы сейчас как раз пока на радио были новости, обсуждали вопрос, когда выставили просто счет, на какую компанию оплатили этот счет, пришла продукция, которую ожидали, а выяснилось потом, что фирма с громким названием тем не менее может быть как раз той самой «Однодневкой». Вот какие все-таки последствия, какова практика, я даже не спрашиваю, как этого избежать, потому что это, мне кажется, не всегда возможно избежать, да, только любой контракт большой-маленький подписывать лично, проверив паспорт директора, условно говоря, да, вот в такой ситуации, что не всегда реально само по себе. Да, Денис, вот знаю, вы хотели пояснить немножко нам этот вопрос. Ну, да, по оценкам экспертов, оборот через фирмы «Однодневки» составляет сотни миллиардов рублей или даже триллион с лишним. По официальным даже данным Дмитрия Медведева на госзакупках воруются не менее одного триллиона рублей ежегодно. То есть, соответственно, механизм этого воровства часто завязан на фирмы «Однодневки» за вышение цены или эффективные компании. Правильно, вот Игорь здесь сказал, что вы можете прийти к производителю, а он вам даст реквизиты как бы торгового дома, и у которого вы реально купите продукцию, да, сырье, например. Но потом окажется, что этот торговый дом – это фирма «Однодневка», потому что производителю выгодно продавать по 100 рублей продукцию торговому дому, а торговый дом уже по рыночной цене, например, по 200 рублей продает. И вот эта вот дельта остается на фирме «Однодневки», налогами не облагается, обналичивается, и экономическую выгоду присваивает в конечном счете акционер-собственник производителя, ну там завода, например, да. И вы как добросовестный приобретатель сырья у этого завода, да, вы пострадаете. Судебная практика формирует в настоящее время довольно жесткие стандарты проверки осмотрительности. Недостаточно сейчас обратиться к реестру юридических лиц. Судьи и налоговые органы, и судьи реально смотрят и спрашивают вот на что. Они применяют вот стандарт среднего разумного предпринимателя. То есть если вы, например, заключаете сделку на миллионы рублей, и вы говорите, что вы не встретились со своим поставщиком, не проверили его опыт, деловую репутацию, трек-рекорд его поставок, да, сайт его и так далее, то, скорее всего, вы обманываете государство. Нет, с формальной юридической точки зрения по гражданскому кодексу вы можете заключать договор с кем угодно, лишь бы было юридическое лицо на той стороне. Но с точки зрения вот осмотрительности по существующей практике в судах, у вас должно быть разумное обоснование, почему вы выбрали именно эту компанию. И эта линия усиливается. Летом этого года, 30 июля, Высший арбитражный суд принял новое постановление по так называемой проблеме плохого директора. То есть когда директор юридического лица, генеральный директор, несет ответственность перед компанией, перед акционерами и перед компанией по возмещению убытков. И там есть в этом постановлении то, что компания может взыскать с директора суммы, которую он направил на фирмы-однодневки. И такая практика уже вот у нас, например, появилась. Взыскана там в одном деле 7,5 миллионов рублей с директора, который заключил договор с фирмой-однодневкой, да, и тем самым причинил ущерб компании. То есть если нас слушают сейчас там генеральные директора, то я советую им обратить внимание на то, что игры с фирмами-однодневками теперь грозят не только налоговыми доначислениями компаниями, но и персональной ответственностью со стороны исков акционеров о том, что деньги были выведены в фирму-однодневку без реального предоставления товаров, работы и услуг. Поэтому борьба усиливается. Не будем еще об уголовной ответственности по статье 199, да, или в некоторых случаях 159. А в статье 159, да, если будет доказан умысел, и будут доказаны определенные взаимосвязи и аккоррированности. Уклонение от уплаты налогов и мошенничества, да, это тоже важно. Все-таки у меня вопрос остался открытый, вот такой вот личный вопрос, да. Смотрите, предположим, мы купили, как мы полагаем, у завода, раз уж мы начали говорить об этом, мы купили у завода, там, я не знаю, какие-то условно трубы. Эти трубы физически к нам приехали, были физически положены к нам на склад, и мы их в дальнейшем использовали уже там для какой-то своей работы. Хотя мы оплату производили, мы встречались, допустим, с директором или представителем завода, опять же, да, то есть вот эту вот такого рода предварительную осмотрительность мы проявляли. Но, тем не менее, нам выставили счет на торговый дом, бывают очень много ситуаций, когда не поспоришь, платишь, куда сказали, потому что другого торгового дома тебе не будет. Правильно, конкуренция, конкуренция, конкуренция. И, соответственно, все произошло реально, вот на самом деле все было реально, была настоящая сделка, но, тем не менее, оказалась однодневка. Вот я понимаю, что вы хотите на это ответить, но давайте нашим слушателям поясним. Давайте, вот прежде всего, чтобы не запутать, слушатель должен, вот, наверное, из этой передачи вынести главное. Вот самостоятельно генеральному директору, его уважаемой правой руке финансовому директору, управляющему и замечательному, вот, юристам предприятия, наверное, будет не под силу выстроить правильную правовую позицию, которая устоит. Вот это лично мое мнение, я так, ну, коллеги скажут свое мнение, это вот лично мое мнение. Если не хотите рисковать, разбирайте ситуацию с профессиональным налоговым юристом. Почему? Я просто уточню, почему. Да, одно слово только скажу. Правоприменительная практика, она меняется, как детский калейдоскоп. Вот мы смотрели все в детских калейдоскопах. Денис Михайлович сейчас приводил пример самой последней практики арбитражной. Подход ФНС, он меняется. Практика того, через какую призму смотрит ФНС, на факты это меняется. И арбитражная практика, она тоже постоянно меняется. Уследить за этим может только профессионал, который каждый момент в этом, у которого несколько, там, десяток дел текущих, которому приходит... Тот, кто держит руку на пульсе. Совершенно верно. Я абсолютно не хочу с этим спорить, потому что я приверженец тоже того, что каждый должен заниматься своим делом, да, и профессионал должен заниматься. Но тем не менее. Но мне интересно, с какой точки зрения. Вот смотрите, в компании, как вы правильно сказали, может быть там финансовый директор, юрист, в зависимости от размеров, да, компании. Это может быть вообще только директор. Юрист, который занимается текучкой, который занимается договорами. Это очень занятой человек, да. Я даже не об этом говорю. Я говорю о том, что у них точно так же много сделок, да. И, соответственно, есть... То есть вы сейчас призываете каждую сделку, пусть большую и маленькую, с самого начала сопровождать. Или уже когда возникла проблема, да, как обычно это бывает у нас у адвокатов в том числе. Добавлю, да. В любом случае, в каждом предприятии, в каждом юридическом университете должна быть, с той стороны, система взаимодействия с контрагентами. О том, что как они подбираются, с кем выстраиваются взаимоотношения, какие документы должны быть запрошены при подписании каждого договора. Потому что мы прекрасно понимаем, да, что у вас, может быть, договор будет на 100 миллионов, может быть, договор будет на 10 миллионов. Договор на 100 миллионов будет один, а договоров на 10 миллионов будет там несколько. А все будет считаться совокупностью. Причем, Настя, опять-таки все меняется. И вот даже сам Дмитрий Малышев, вот коллега мой, да, который сейчас вот пояснил этот вопрос, он сам, допустим, Дим, дай бог памяти, да, в 2004 году вы рекомендовали составлять внутренний регламент по должной осмотрительности и осторожности. А уже начиная с 2003 года вы уже сказали, что, допустим, и это правильно, это изменение позиции, потому что правоприменительная практика начала меняться, арбитражная практика начала меняться. Тот же самый Дмитрий Малышев, он уже говорил своим клиентам, что, господа, стоп, а вот сейчас мы уже не будем делать регламенты по должной осмотрительности и осторожности, потому что они нас обязывают, потому что налоговая смотрит, что-то мы какую-то бумажку не подложили, а нам не нужно и невыгодно было ее, так сказать, создавать этот, там, допустим, документ, а налоговую уже обязывают. Мы уже свою бумажку сами нарушили. Да, совершенно верно, правильно. Об этом же я говорил в Денисе, сейчас я дам вам слово, чтобы он прокомментировал. Ну да, коллеги, главное, конечно, это уровень существенности. Понятно, что если вы покупаете на несколько тысяч рублей питьевую воду в офис, да, то там детально встречаться с поставщиком, с директором, тратить на это время, никакого смысла нет. Если вы покупаете трубы на несколько миллионов рублей или десятков миллионов рублей, то, конечно, это имеет смысл, да, и делать файлинг крупным сделкам необходимо, но вопрос уровня существенности. А вот возвращаясь к вашему вопросу про трубы, главный вопрос, был ли мальчик, были ли трубы. То есть потому что фирмы-однодневки используются часто для обналичивания в сделках, где нет никакой реальности. Например, какие-то фиктивные маркетинговые исследования, там, да, вот, просто которых в реальности не было. В ситуации, когда эта фирма-однодневка, но она реально поставила реальные трубы, да, извините за тавтологию, да, ситуация другая. То есть вам по судебной практике, если вы все докажете, что реальность была, вам признают расходы по налогу на прибыль, по рыночной цене, не по рыночной, там отдельный вопрос, но НДС, 18%, вам не признают. Поэтому все равно здесь даже при реальности поставки есть негативные определенные последствия. Но реальность сильно укрепляет ваши позиции для выигрыша. Ну, и здесь уже, если мы тоже пройдемся по последней практике, сделаем срез, то многие судьи говорят следующее. А вот скажите, что именно этот контрагент вам поставил эти трубы? Или, допустим, мы с вами говорим о строительстве объекта недвижимости. У вас есть подрядчик, который якобы вам тут построил объект? Что он это лично сделал, да? А вы скажите, что именно он, этот подрядчик, построил объект? Потому что почему возникают такие вопросы? Когда налоговый делает встречную проверку данного контрагента, этот подрядчик, она смотрит, что у него нет на балансе ни основных средств, нет ни работников, которые якобы могли бы это сделать, нет ни дополнительных расходов на привлечение строительной техники. А если дальше пойдут по удвижению денежных средств, там вообще может быть такое, что даже волосы станут дыбом. Может быть такое, что компания вам строит здание, а другому контрагенту поставляет мороженую курицу? Ну, понятно. И здесь уже возникает вопрос. Да, мы не спорим, товар был, допустим, да, либо здание стоит. Но если мы с вами говорим о расходах именно в отношении этого контрагента, докажите, что именно он это сделал. И здесь возникают сложности. Да, при этом я тут столкнулся с интересным явлением, коллеги адвокаты рассказали. Фирмы-однодневки мимикрируют. Они тоже меняются и приспосабливаются. Например, в Нижегородской области рассказали мне такой случай, что фирма-однодневка имела в штате 10 сотрудников, которым платилась зарплата. Они делали какую-то там аналитическую работу, да, ни сном, ни духом не представляя, что они работают. Какую именно? Ну, какие-то там отчеты собирали, вот, аналитическую информацию там из интернета. И на эту компанию заключались договоры. При этом потом налоговая инспекция приходит по встречной проверке в эту фирму, да, а ей говорят, вот 10 сотрудников, вот, допросите их, они все подтвердят, что они приходили на работу, реально работали. Вот офис, да. Вот офис, да, небольшой. То есть, но при этом, конечно, эта фирма использовалась как однодневка, и директор, конечно, несет уголовно-правовые риски, да, неуплаты налогов. Но, тем не менее, предъявить, что эта фирма-однодневка тому налогоплательщику, который с ней заключил договор, практически нечего, потому что она не однодневка. Пришла в офис, есть люди работают. Здесь еще можно сделать следующее, да, что очень любое любимое занятие налоговых органов и прохранительных органов выводить директора на чистую воду. Допустим, они выявили компанию однодневка, ну, по всем признакам она такая, транзитное движение денежных средств, отсутствие доходности, неуплата налогов, ничего нет. Приходит генеральный директор, и как, допустим, попка-дурак начинает там говорить, да, я работаю, там, помни, вану-вана, что-то, да-сюда. Они прекрасно понимают, что человек никакого отношения не имеет к этой компании, и начинает спрашивать по реальности, если это торговая компания, а как вы везли, а чем вы везли, а где вы товар хранили, а у вас есть склад, а у вас есть складского учета. И вот здесь вот они начинают понимать, что человек уже начинает плавать, и любой генеральный директор, он разбирается на бизнесе. Ну, что, проще сказать, все уже, все, отстаньте от меня, не знаю ничего. Да, мы как раз начали... Только кратенько 10 секунд у нас. Ага. На самом деле, давайте мы мысль начнем уже в следующей части, две минуты мы сейчас выслушаем новости, и после этого вернемся в прямой эфир, будем дальше обсуждать нашу тему. Мы продолжаем обсуждать тему усиления налогового контроля за совершением сделок в России и за рубежом. У меня в студии находится Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, Денис Щекин, управляющий партнер Щекин и партнеры, и Дмитрий Малышев, руководитель Департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, или также сайт финам.фм на страничку программы «Формула права». Можно написать ваш вопрос или комментарий. Ну а мы, собственно говоря, Игорь, вот вам конкретно, я не дала договорить в прошлой части. Давайте сделаем это сейчас. Ну да, мы еще раз, мы говорили о налоговых рисках в виде необоснованной налоговой выгоды, за которую нас могут очень сильно наказать до 50% или даже больше от суммы сделок, которые прошли с недобросовестными компаниями, поставщиками, допустим, или по неясной для налоговиков и для арбитража деловой цели, об этом мы говорили. Я просто хотел сказать, что неважно, мы там добросовестные участники рынка, или у нас есть какой-то замысел как-то реструктурировать свой бизнес. Очень важно проводить юридический аудит, очень важно прорабатывать с профессиональными налоговыми юристами правовую позицию. Вот это нужно удерживать в голове. И еще, Настя и коллеги, я бы хотел затронуть очень-очень важную тему, ни в коем случае нельзя не уделить на нее внимания. Это наши, так скажем, заграничные дела. Вот как было раньше... Давайте сразу поясним, что такое заграничные дела. Это, скажем, знакомое всем слово. Например, как пример, не обязательно мы говорим только об этом, но, тем не менее, оффшор. Правильно я понимаю, о чем мы будем говорить, в том числе? Да, совершенно верно. Будем об этом говорить. О зарубежных компаниях. Раньше российский предприниматель чувствовал себя замечательно, вольготно. Например, на территории Республики Кипр, да, вот. Он, значит, туда отправлял деньги, совершенно замечательно, да, под любые договоры, значит, в банк направлял любые, как бы, бумаги, как угодно, оформленные. Сейчас все больше и больше зарубежные банки усиливают политику, зная своего клиента, усиливают политику слежения за реальностью сделок, так называемой substance, да, за соответствием назначения платежа и реальности, за что идет платеж, то есть нужны документы, обосновывающие этот платеж, этот так называемый compliance. Вот эти вещи, они очень серьезно усиливаются. И еще, о чем, наверное, мы тоже поговорим, это то, что с лета этого года в Сингапуре и, по-моему, в Швейцарии тоже, да, теперь, если раньше в этих странах налоговые нарушения, ну, которые сделаны вне территории этих государств, они как бы не признавались преступлением, то теперь они берут это в расчет, для них это тоже преступление, они теперь очень серьезно смотрят на это. Ну, вот, коллеги, я думаю, продолжат. Да, известно, что отток капитала из России составляет порядка 60 миллиардов долларов ежегодно. И, конечно, эти суммы вызывают желание их оставить в России или обложить налогом, поэтому борьба с выводом капитала, с офшорным бизнесом, то есть она будет только нарастать. Как сказал один проверяющий на проверке, мы вас научим Родину любить. Значит, при этом, конечно, бизнес... Даже не знаю, плакать или смеяться. Бизнес использует офшорные схемы не только для налогового планирования и, скорее, для ухода в юрисдикцию английского права, да, чтобы сделки можно было там заключать, компании продавать. Ну, то есть это, в общем, большая... И судиться, кстати, тоже. Судиться в английских судах, да, это большая комплексная проблема. Вот, и меры по деофшоризации, которые сейчас предлагаются и которые там озвучены президентом, что они будут внесены в законодательство, они могут быть разной степени жестокости. Вот, но то, что что-то будет, да, это есть. На уровне практики тоже уже идут со стороны налоговых органов, даже без законодательных поправок, попытки применить какие-то механизмы деофшоризации, основанные на концепции необоснованной налоговой выгоды. Самая главная здесь проблема, это обмен информацией. То есть на сегодняшний день вступил в силу протокол с Кипром, с Люксембургом, да, обмен информацией на G20 поддержан. То есть если мы будем жить в стеклянном мире и будет обмен, эффективный обмен информацией, то, конечно, и налоговый орган, например, в России получит, что господин Кутиков, да, известный местный олигарх, да, имеет компанию на Кипре, например, да, и туда выведены доходы. А в этой компании два кипрских директора и больше ничего нет, и офиса нет, да, то, конечно, налоговый орган не постесняется господину Кутикову приписать доход, который заведен на кипрскую компанию и обложить его здесь к минимуму 13% по доходным налогам. Поэтому механизмы, они уже в принципе есть, весь вопрос в получении эффективного получения информации. Над этим сейчас интенсивно работают и страны, и федеральная налоговая служба, вы знаете, там, Вольвач Дмитрий Валерьевич, руководитель и трансферного отдела, и отдела по обмене информации, они очень много ездят в Голландию, там, в Корею, учатся, налаживают связи. Ну, то есть нужно просто бизнесу исходить из того, что ближайшие, там, обмен информацией, то есть будет достаточно эффективен, у наших соседей на Украине он уже более-менее отлажен. Они, например, легко получают от голландских своих коллег информацию о том, что компании пустышечные, деньги сразу ушли куда-то дальше из голландской компании, это все довольно скоро придет к нам. Поэтому умный бизнес, да, начинает задумываться о реальности своих, там, иностранных компаний, о сабстансе, о которых сказал Игорь, да, о разумных деловых целях, там, и так далее, да. Не умный бизнес, ну, как бы, будет, наверное, потом иметь проблемы. И вот, Настя, вы нам сказали, что чем больше мы каких-то практических советов дадим, вот в связи с этим… Я вас прям просила, я могу сказать об этом для наших слушателей. И вот то, что Денис сейчас сказал по поводу информации, хочется дать совет теперь уже в новой, вот развивающейся тенденции, о которой мы говорим, да, о ужесточении контроля. Вообще бизнесменам быть очень аккуратным в своих высказываниях. Владелец большого предприятия, которое импортирует, значит, сырье, текстиль и делает готовую продукцию из него. На корпоративе среди многочисленных своих сотрудников с гордостью сказал, что вот мы выстроили многолетние деловые связи с зарубежными поставщиками, назвал несколько предприятий текстильных в Западной Европе. Вот. Но в России-то, на минуточку, он покупал у российских неких поставщиков, у российских неких компаний. Они были добросовестные, вроде бы, плюс-минус, но за ними стояли какие-то недобросовестные компании. И налоговики только на основе этого высказывания, которое они увидели интервью, просто на сайте, это реальная абсолютно история, мы просто без людей, без имен, без названий компании, естественно. Вот. Налоговики просто на сайте это увидели, и только на основании этого факта, ну, там они, конечно, дальше провели свое исследование и что-то еще было, но это был как спусковой крючок. Вот. Они доначислили ему, как вот Денис приводил пример, по 100 рублей на границе кто-то покупал, и по 300 рублей это сырье этому господину, так сказать, владельцу продавал, его компания. То есть взяли уже рыночную цену, да? Да. Вот с этой дельты ему доначислили налоги. Можно я это приду? Другой пример по поводу обмена информации. То есть была ситуация, когда российская компания импортировала зарубежный товар на территории России, ну, под определенным брендом. Естественно, товар там покупался не напрямую, а через какие-то определенные компании. Российские налоговласти сделали запрос в Италию, те инициировали самостоятельную проверку этого завода-изготовителя, они показали пальцем, что они поставляли данные партии товара в адрес этого российского поставщика. Естественно, пришел такой вот некий акт на 100 страницах о том, что показывает, что это схема. Это было сделано для чего? Для того, чтобы занизить таможенную стоимость при ввозе товара на таможенную. Да. Или там, допустим, завысить таможенную стоимость, где на офшоре, тем самым оставить прибыльность там. Это как раз возвращаясь к тому, что Денис говорил, да, по поводу информации. То есть у них была возможность получить информацию, они получили, и на основании этого уже смогли определить определенные претензии компании. Я правильно понимаю, вот Дмитрий, Денис и Игорь вас объединяет не только, собственно, общее дело, которым вы занимаетесь, да, и специализируетесь, но также и то, что вы являетесь постоянными участниками форума круглых столов финансовых директоров, да, очередной из которых будет, насколько я знаю, поправьте меня, 31 октября по 3 ноября, да, на Мальте проходить. Абсолютно верно. Будет посвящена вот такого рода вопросам, да, тематика этого круглого форума. Не только. Круглый стол финансовых директоров. Действительно, раз в полгода, в октябре и в мае бывает этот форум, значит, налоговая, в смысле, безопасность и устойчивость бизнеса и развитие бизнеса. Половина это финансовые директора и половина это управляющие и собственники предприятий. Частный, нересурсный российский бизнес. Вот обсуждает свои вопросы. Итак, я напоминаю формулу права в четверг с 11 утра в прямом эфире. Слушайте нас. Спасибо за то, что вы сегодня с нами.